Так, чатик, знаете что сейчас? Давайте глянем. Давайте порофлим. У меня вот ролик давно валяется. 60 эпичных провалов геймдизайнер. Ой, не геймдизайнер, а геймдизайнер. Полет дизайнер. Я не знаю, блять. Ну, как бы. Как вам, ребята, сортир? Пиздец, я только не понимаю, как на него садиться, честно говоря. Вообще. Как бы. Это Макс Максимов, это фактория какая-то. У меня, видимо, в рекомендуемом выслался видосы. Полет дизайнерской мысли поистине безграничен. Но далеко не все их идеи кажутся хорошими. Вот, например, слышишь у него, и у него крышка резко закрывается, и хуй тебе кусает. Да, ведь дома зубастый унитаз желания не возникает. Люстра дедушкиной копчености. Блять, пиздец, я думал, что это люстры гандоны. Нет, конечно, понятно, что это на самом деле стекло, но... А, окей, блять, ну, короче, уебищные люстры, пиздец. Я думал, люстры с использованы гандонами. Он выглядит аппетитно. Блять, аппетитно вообще нихуя не выглядит. Я абсолютно уверен, что лебеди выглядят как-то иначе, даже надувные. Но спорить... Лебедь для твоей мамаши, блять, у которой давно не было батя. С дизайнерами занятие бесполезное. Привет, с вами канал Фактория. Серьезно? Кто-то правда считает, что Эйфелева башня каким-то образом похожа на букву П? Вот в такие... Ну, не знаю. ...и моменты я начинаю сомневаться в существовании у меня образного мышления. Да здесь, скорее всего, типа в другом игра. Нет, нет, здесь, скорее всего, в другом игра, ребят. Ну, я, по крайней мере, хочу так оправдывать этого дизайнера. Блять, вот это пиздец, блять. Какой удобный тротуар. Блять, вот это реально лол, что нахуй? Ну, зачем? Мог бы быть, если бы за дело не взялись слишком креативные люди, пожертвовавшие удобством в угоду красоте. Просто гений, блять, да и что-то не очень красиво это выглядит. Оленья попка с открывашкой для бутылок. Эм, без комментариев. Блять, ну это не знаю. Вообще, выглядит беспонтовый, честно говоря. Как сделать так, чтобы люди никогда не покупали хлеб от одного производителя? Да ерунда, просто сделайте ему вот такую упаковку. Никому даже в голову не придет покупать заплесневевшую нарезку. А, тип... Я... Ну это вообще-то не выглядит плесенью так вот со стороны. Блин, я бы на самом деле даже и не подумал, что это плесень. Я бы взял бы просто как хлеб. Выглядит? Да что-то хуй знает, блять. Мне как-то поеб... Ну не знаю, я как-то... Не думаю, что... Не думаю, что я бы... Отлично. Бля, вот это пиздец, блять, серьезно? Думанное расположение мусора... Блять, серьезно? Ёб твою мать! Вот это просто фейл! Бля, ну это, конечно, полный фейл. И скамеек. И мусор выбрасывать становится неудобно. И на скамейках никто не сидит. Я пиздец. Идеально! Ну, наверное, знаете, какая была задумка, что люди не будут набивать прям до самого верха и... Ну, даже если так в целом. Ты сидишь, блять, здесь воня... Говном, говной воняет. Да, сидишь и нюхаешь тухлятину. То есть, вот я даже не могу оправдать вот это вот решение. Какой бы придумать дизайн для посуды? Блять, вот это, кстати, пиздец дерьмовая посуда в прямом смысле. Это типа дизайн, чад. Я бы такую посуду в жизни бы не купил. Банально хуёво видно грязь на ней будет. Вот серьёзно. Блять, полный отстой. А давайте сделаем дизайн, будто тарелки засыпаны землёй и их не мыли года три. Полная хуйня вообще. Трудно в это поверить, но на этой стене висят часы. Пока поймёшь, сколько они показывают времени... Бля, пиздец. Точно опоздаешь везде, где только мог. Отличное место. Ха-ха-ха-ха-ха. Блять, он так смотрит? Он так смотрит, как будто бы сочувствует размеру твоего пениса. Либо как будто бы расстроен из-за того, что у тебя большой пенис, блять. Но вот это забавная хуйня. Представляете, сколько ему членов по губам водило? А теперь представьте, сколько людей заразились разными винилическими заболеваниями. Вы спросите, как? Я вам скажу. Приходит пьяная компания пассать, например. В какой-нибудь, блять, сортир. Пассала и такое. Смотри, блять, это что, чувак, блять, из Мстителей, да? Достает хуй и начинает ему по губам водить. Чуваки ржут, всем смешно. Уходят. Потом приходит другая компания, которая делает то же самое. Но до этого по его губам уже проводил какой-то хуй. А у этого чувака, там, блять, гонорея гнойная, блять, на залупе. Добро пожаловать к урологу. Вот так, ребята, и передаются венерические заболевания. Вы думали, что только во время секса? Нет. Это для постера. И главное, смотрит так осуждающе. Мол, ты в кинотеатр пришел фильм смотреть или по туалетам ходить? Слушайте, ну вы уж там определитесь как-нибудь. Или они специально создают себе повод поорать на посетителей в любом случае. Если вы не знали... Закрыто, открыто, блять. ...то боязнь насекомых называется инсектофобия. И если у вас есть знакомые с такой проблемой, то обязательно подарите им вот такой коврик. Не зря же дизайнеры старались. Интересно. Вообще не триггерит. ...интересно, у детей появляются психические травмы. Блять, это ж реально байт. А прикиньте, они хотели как бы интегрировать розетку, чтобы это было заебись. А если кто-то решит погладить или поцеловать в ротик... Пиздец, мне кажется, это байт просто на самоубийство. Ребенок нихуя не поймет, блять, пальцы засунет и все. ...после того, как их попросят воткнуть вилку от прибора в глаз белочки. А потом удивляется, почему полгруппа в детском саду сдохла. Ну, наконец-то, наконец-то что-то полезное. Ведь у всех мерзнет нос зимой, так пути... Блять, серьезно, штука для носа, чтобы он не мерз? Чему до таких наносников не додумались раньше? Видите тут лестницу? А она тут есть. Интересно, сколько... Блять, это, кстати, пиздец. Ну, типа, ее видно, но я уверен, что в реале-то ее видно лучше, но все равно... ...людей переломали ноги просто из-за неудачно подобранного ковра. Если у кого-то зрение будет не очень хорошее, они реально будут очень плохо видеть ее даже вот в реале. Сидишь такой... Блять, пиздец, ну это рофл нахуй. Это, кстати, картинка из интернета, блять, пикче стандартная. Вот это, блять, дикий рофл. В тазе, а тут хоба, толпа поклонников. Бля, я бы срал мимо унитаз всегда, вот этому лысому прям на бошку бы говно откладывал личину. Просто зачем сортирка-то такая хуйня? Не знаю кому. Можно даже в рот нагодить кому-то. У как, а мне было бы неуютно. Блять, пиздец. Делать на бутылках отметки с оставшимся уровнем жидкости это замечательная идея. Очень практичная. Жаль только, что бутылка непрозрачная. Не хотите, чтобы на вашу кровать кто-то садился? Купите вот такое белье. Главное самому не забывать, что это всего лишь рисунок. Положил на этот стол кошелек, искал минут 20. Спасибо, дорогие дизайнеры, за креативное оформление. Тоже, блять, пиздец. Не столешницы. Здесь что-то определенно не так. Мне всегда казалось, что женская сумочка предназначена для хранения различных мелочей. Тогда почему здесь они разложены вокруг сумочки? Ну и хуйня, да, чат? А ведь кто-то ее покупает, блять, просто посмотрите на это говно. Что, так сильно хочется... Это знаете, я хочу верить, что это концепты, которые в реальной жизни, которых нет ни у кого. Знаете, когда машину делают по какому-нибудь концепту? Типа строят тачку, хуярят ее на выставку, но ее никогда не будет нигде. И мне хочется верить, что вот вся эта параж, которая происходит на модных показах, это просто концепты, которые нельзя купить, их не существует. Это просто такой вот фурор, не знаю, шоу, которое создают. Так что... Ну это хотя бы более логично и юзабельно, чем то, что было раньше. Блять, да пиздец, какой юзабельный? Тут сумка в сумке, блять. Что? Серьги в виде рулонов туалетной бумаги. Несомненно, очень изысканное украшение. Ну а собственно, почему бы и нет? Наверняка у бумаги тоже есть свои поклонники. Ванная комната, в которую строго запрещено заходить людям с головокружением. Впрочем, если голова не кружится, то эта ванная вам это обеспечит. Ну у меня вот так на картинке тоже не знаю, обычная хуйня. Думаете, что с утра отлично? Найс дизайн, блять, у кружки, блять. Чат, 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 чат. Найс, эээ, найс дизайн, блять, у кружки. Набодрит крепкий кофе. Нет, гораздо больше бодрит получить утром в глаз от кружки. Спать уже точно не потянет. Туалет для настоящих друзей. Хотя в таком исполнении он подойдет скорее для сиамских близнецов. Вот куда они дели Европу. Как можно было забыть напечатать ее на глобусе? Ебать, блять, найс. Или кто-то ее просто очень не любит. Действительно гениальная упаковка. Расслабьтесь и спите, блять. Главное быть очень внимательным и не перепутать. На самом деле очень даже хорошо сделано, без шуток. Баночки. Такие вещи при нанесении фотографий на транспорт все-таки стоит предусматривать. Хотя конкретно в этом случае получилось достаточно мило. Может быть даже лучше, чем было. Подобные футболки стоит носить исключительно... Блять, это пиздец. ...парням. Иначе есть риск получить обвинение в неуважении к президенту. Конечно, дизайнеры люди творческие, поэтому в географии они не сильны. Больше я не знаю, как объяснить подобное расположение сторон света на этой декоративной подушке. Покажите им кто-нибудь компас, что ли? Швархед Путин, да. Смотришь на статуэтку спереди, видишь милого гноба. Посмотри. Блять, напечатали глаза, они там, блять. Сзади становится почему-то неуютно. А гномик-то, кажется, состоит в кукле... Или что это? Или блять, дырки, что ли? Что это? Клане. Вот вроде бы хорошая задумка сделать красивое ситечко для чая, но исполни... Блять, кстати, охуенно вот эта штука выглядит. Блять, это выглядит крипово и охуенно. Серьезно, это... Ну, это круто. Вот это мне нравится. Это реально круто. ...менье немного подкачало. Лучше бы я чай с чаинками пил, честное слово. Сумочка в виде сухого доширака это только для самых модных. Главное, чтобы никто не сожрал с голодухи. Кстати, выглядит не так дурно. Но типа в этом есть какой-то прикол. Вот так вот если ее носить. Ну, выглядит типа забавно. Ну, разумеется, разве есть на этом чудесном единороге еще хоть одно место, где можно было сделать отверстие для надувания? Иногда мне кажется, что у дизайнеров просто извращенное чувство юмора. А вот дизайнер, спроектировавший эту кровать, в глубине души настоящий садист. Только представьте себе... Бля, реально пиздец. Почему внутрь не за это... Не задвинул эту херню? ...количество отбитых... Минус антимизинничный. ...мизинцев об эту ножку кровати. Хм, а давайте сделаем стекла в торговом центре такими, будто бы их не мыли 200 лет. И они заляпаны чьими-то волосами. Это ведь наверняка привлечет покупателей. Не знаю, приёб. Единственное, что... Ебать, а вот это трэш. Бля, мне аж плохо стало нахуй. Это еще какое-то хуйнёй мягкое обитое. ...хочется сказать при виде такого туалета, вот это да. Такое ощущение, что кто-то шел мимо помойки, нашел кучу, блядь, материала... А что, все чемпионы на... Нашел кучу материала, который выбросили на помойке, и решил себе сортир обить им, чтобы не пропадало. Не будем ничего говорить про санитарные нормы. Просто восхитимся стилем. Заказчик сказал, что хочет, чтобы в комнате были шторы. Пусть только попробует доказать, что он не это имел в виду, и такие шторы его не устраивают. Не знаю. Задумывалось, как милая сувенирная статуэтка... Боб-роза, блядь. ...украшенная травой. Но, похоже, реализация идеи немного подкачала. Смотреть на такое вряд ли у кого-то будет желание. Эта открытка почти как тест оптимиста и пессимиста. Но, кстати, прикольно. Кто-то увидит здесь аппетитное шоколадное пирожное со свечкой, а кто... А я увидел здесь аппетитное говно. Вот как тебе такое? Третий вариант. Что-то совершенно иное. Очевидно, эта реклама авиакомпании пыталась показать нам свободу... Блядь, очень неудачно. ...до полета. Но пока что отлично удалось показать только свободное падение. Знаете, что это... Очень неудачный реклама, блядь, авиаперевоза. Какое? Это план эвакуации из здания. Ну, чтобы точно никто живым не выбрался... Тоже пиздец, это вот просто жесть. Кажется, в этом заведении не очень любят людей. Отличные часы с ночной подсветкой. Жаль только, что про стрелки забыли. Хотя оно и правильно. Ночью спать надо, а не на часы смотреть. Нет, это не грязный умывальник. Это гениальное решение очередного дизайнера. Наверняка подразумевалось, что подобное оформление сочтут красивым. Нет, это, конечно, хуйня... Милый Мишка сидит в приемной детского стоматома. Вот это охуенно. Он, конечно, призван успокаивать юных пациентов, но по непонятной причине со своей задачей он не справляется. И от него в ужасе шарахаются даже взрослые. Несомненно, это очень стильная детская горка. А еще можно делать ставки, на каком повороте ребенок с нее свалится. Некоторые вещи лучше... Блядь, вот это зарублять с этих дизайнеров, блядь. Просто хранить как сувениры. Потому что, когда надеваешь их на себя, результат немного не соответствует ожиданиям. Черная-черная надпись на черном-черном флаконе. Но чтобы никто не прочитал, даже если очень интересно. Угадайте, с запахом чего этот гель для душа? А вот и не угадали. С шоколадом. Есть подозрение, что человек, оформлявший упаковку шоколада, никогда не видел. Казалось бы, как можно испортить очаровательных белых медведей с шоколадом? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я только что понял! А-а-а! С карфиками. Да ерунда! Стоит их неудачно разложить, и вот уже где-то в мире инфаркт у одного гринписа. Вы знаете, покупайте такой набор печеней, или что это, ребёнку какому-нибудь дарите ему. Он такой, это что, мишки в шарфиках, а вы такие в шарфиках, да. Тебе нравится? Блядь, это, конечно, ор. Ух ты, какое подходящее оформление для коридора больницы. Неудивительно, что здесь нет ни одного пациента. Я бы тоже не рискнул там задерживаться. Если присмотреться, то вы увидите на этом постельном белье прекрасные алые розы. Так что на самом деле это очень романтичная спальня, а не место кровавой резни. Неприятно такой подушке спать не потому что, типа, кровь, а потому что как-то цвета такие глубокие и... А вот это действительно гениально. Такое расположение сразу приучает к порядку. Положил на край раковины зубную щётку, готовься ловить её в унитазе. Положил ненадолго телефон, сразу начинай копить деньги на новый и так далее. Сделать коврики в виде карты морских глубин, это действительно неплохая идея. Вот только острова определённо делать не стоило, потому что это похоже на что угодно, только не на острова. Блять, вот это особенно, блять. Че-то нахуй с яйцами похоже на самом деле. Вы думали на говно нахуй с яйцами похоже? Чудесный выбор ковра для лестницы. Особенно он подойдёт, если у вас есть знакомый травматолог, и вы хотите надолго обеспечить его пациентами. Как могло прийти дизайнеру в голову сделать сумку в виде крышки канализационного люка? То есть, посмотреть на её разочарованное лицо, продажи явно не удались. Она просто гуляла по улице, увидела канализацию и решила, что это будет отличной идеей. Хороший сыр любит... Блять, вкусно выглядит, кстати. ...всех. Но любить его настолько, чтобы носить кусок сыра в виде сумочки? Даже не знаю, это нужно быть настоящим фанатом сырных изделий. Вкусно выглядит, на самом деле. Почему-то желание покреативить особенно остро появляется у дизайнеров в связи с туалетами. Видимо, там приходят самые лучшие идеи. Это, кстати говоря, правда. Когда срёшь, вообще готов делать столько вещей. Вот в этом случае... Когда посрёшь, не хочешь делать уже нихуя. ...мудрились сделать сиденье для унитаза, напрочь отбивающее желание им воспользоваться. Вот что бывает, если подходящей по стилю раковины не нашлось. Её решили... Кстати, а мне нравится вот это решение. Ну, как-то прикольно даже выглядит. ...заменить, просто продолбив отверстие в столешнице. Главное, назвать это оригинальным дизайнерским решением и... Не знаю, мне нравится. ...тогда никто не заметит подвоха. А пока на этом всё. Подписка... Окей, было забавно, чат. Давайте, ладно, подпишемся. Вдруг там что-нибудь ещё выйдет такое. Субтитры делал DimaTorzok